Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Многие меня упрекают в том, что я говорю о всяких мелочах, очень подробно, несколько раз повторяю. Но вы не забывайте, что среди нас есть люди, которые первый раз вошли в этом году в огород, совсем молоденькие девушки, или наоборот, люди, которые вышли на пенсию и только приобрели садовый участок. И вот среди нас есть девушка, которая даже не знает, как привязывать томаты к колышкам, попросила меня показать, как я привязываю. Я сразу хочу сказать, что методов подвязки томатов к колышкам очень много. Некоторые притягивают, вот сейчас покажу, некоторые притягивают сразу помидорку вот так и обвязывают ее. Я так не делаю, я сначала, вот видите, сделаю узел и вот здесь свободная петля. Потом я уже привязываю колышку, вот так вот. Здесь у меня свободно, а здесь у меня жесткая фиксация. Потом вот этот узел вокруг колышка я обвязываю, и тогда уже вот так, ой, сейчас подождите. И тогда уже вот так еще раз привязываю. Получается, как цепочка такая. Петля, потом кол, потом еще одна петля и все. Когда они немножко подрастут, вот тут цветочная кисть образуется, тогда сделаю еще одну подвязку. И по мере того, как крупные плоды или не крупные, у крупноплодных приходится подвязывать часто, потому что они могут даже оборваться, я делаю 3-4 подвязки за сезон. Те томаты, которые вот толстые, видите, хорошо стоят, я их еще даже не подвязывала, они у меня стоят сами. Но некоторые тоненькие, которые высаживаю, подвязываю сразу. Высаживаю, сразу вставляю колышек в лунку и сразу подвязываю. А вот эти стояли еще без подвязки. Это, по-моему, толстый джек. Они и сами по себе могут стоять, но из-за того, чтобы они не разваливались, чтобы компактнее была посадка, я их всегда подвязываю. Все, до свидания. Вот это способ подвязки, которым я пользуюсь. Ну, как я говорю, что способов очень много разных. Попробуйте один, попробуйте другой, может быть, выведите какой-то свой, изобретете. Все, до свидания, всем успехи.